На старт! Марш! Выполнение заданий на скорости и командный дух показали участники комбинированной стафеты, которая состоялась в физкультурно-здоровительном центре на Клистовке. Шестилетний Женя рассказал, что готовился к такому соревнованию очень тщательно. Быстро бегать готовились, быстро делать объехки 10 раз и пресс 10 раз. Что ты сегодня выполнял? Какие задания? Объехки, пресс, три куба. Обратный поток и три. Три куба. Время или обратный? Что было самое сложное? Самое сложное – это мне было пресс делать. Несмотря на сложность поставленных задач, команда Женя успешно прошла пять заданий. И даже если кубок за первое место уйдет другому детскому саду, ребята уже победили, пройдя эстафету, говорит инструктор физкультуры Татьяна Пономарева. Я всегда им говорю, вы готовы, вы чувствуете в себе силу, но соперники, которые придут к нам и будут с нами соревноваться, они тоже сильные. Наверное, больше мотивирует вот такая командная форма организации мероприятий, потому что она подстегивает. Здесь ведь каждый зам за себя и за команду. Дух команды и свой лично. Некоторые участники эстафеты еще осенью продемонстрировали на первом этапе пути к Олимпу. Ребята сдавали нормы ГТО. Сегодня самые выносливые и быстрые должны выявить самую спортивную команду. Ведь дальше будет состязание на два города. Через пару месяцев мы встретимся в Березняке, либо Соликамске. Лучшие команды сойдутся в битве городов и выявят лучшую команду, получат переходящий кубок. Это первый шаг для детей, учреждений в спорт. Привлекать детей к спорту нужно с самых ранних лет, уверены организаторы стартов. От идеи проекта по развитию спорта среди дошкольников до реализации прошло немного времени. Желающих оказалось достаточно. Поддержала проект и компания «Уралкалий». Я уверен, что это не последний турнир. Он перерастет в хорошую добрую традицию. А замечательно, что мы вкладываем в развитие спорта, спорта детского. А дети – это наше будущее. Тем самым компания вкладывается в будущее всего Соликамского городского округа. Добавим, игры проходили в течение двух дней. Состязались дошкольники южной и северной частей города. По итогам эстафеты победу одержали дошколята 16-й школы. А в южной части спортивнее оказались воспитанники детского сада 9-й школы. 2 марта станет известно, кто станет их противником из Березняков. А дальше финал. Желаем дошкольникам Соликамского округа завершить путь к Олимпу ГТО полученным кубком.